МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Шарена. В студии работает Ася Лейдар. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Восточно-Казахстанской области в недельный срок проведут анализ заполняемости школ. По поручению Акима региона создана комиссия, которая проведет срочный анализ заполняемости школ. Чтобы не повторилась ситуация, как в селе Бестерек, Даниил Ахметов провел заседание по вопросу строительства школ в рамках программы партии Нур-Отан «Достойную жизнь каждому», в ходе которого отметил, что в Восточно-Казахстанской области уже решена проблема дефицита ученических мест трёхсменных и аварийных школ. Более того, скоро в ряде населённых пунктов будут сданы в эксплуатацию новые учебные заведения. Так, в Семее будут построены сразу три школы в микрорайонах Карагайлы, Восточной и Степной, а в Ускаменногорске – две. Современную школу на 600 мест в Ридере планируется запустить в следующем году. Также новые учебные заведения появятся в Аяугузе и посёлке Косыма-Косенова. Строительство шести из этих школ запланировано в рамках партийной программы «Достойную жизнь каждому». Сейчас важно провести качественный анализ заполняемости учебных заведений в сёлах и посёлках, чтобы уже конкретно рассмотреть необходимость строительства школ. «Мы не должны отапливать пустые кабинеты. Нужно максимально рационально использовать рабочее пространство школ и строить их только там, где это действительно нужно», – сказал Даниил Ахметов. В честь 30-летия независимости в рамках программы «Рухани Жангру» в Семей прибыла делегация из Иргизского района города Актобе. Мировая пандемия даёт шанс для развития внутреннего туризма, в том числе и между двумя регионами Казахстана. Визит гостей из Западного Казахстана тому подтверждение. Подобные встречи дают импульс для расширения туристических возможностей между двумя областями. То, что является одной из главных достопримечательностей Семея, гостям показали в первую очередь. В Краеведческом музее актюбинские гости посетили шесть залов, связанных с историей края – геология, палеонтология, природа региона, археология и этнография. «Сегодня мы в Семее. Завтра мы хотим посетить Жидибай, родину самого Абая. В Семее нам очень понравилось в этом музее. Очень интересные экспонаты. Надеюсь, это наш не последний визит в этот город». Гости из Иргизского района вручили сотрудникам Краеведческого музея памятные подарки, связанные с их родиной. Затем делегация посетила жемчужину Семея – музей имени семьи Невзоровых. «Здесь сохранились очень замечательные экспонаты. Теперь ваша гордость является гордостью не только Семеи, но и всего Казахстана. Очень довольны и впечатлены представленными здесь работами». Представители Западного Казахстана посетили и музей мудрости, обновлённый к 175-летию Абая. Новые технологии в музее помогли гостям раскрыть духовность самого Абая. Они увидели собранное воедино всё наследие Абая и других известных людей и по достоинству оценили духовные сокровищницы Семея. Далее делегация, в составе которой сотрудники музея, учителя и представители администрации Иргизского района посетят один из крупнейших музеев Казахстана – Жидебайборили. Депутаты Маслихата с представителями отдела культуры ЖКХ и Тодзеленстрой проверили благоустройство города. Они осмотрели парки города и места массового скопления семичан. Рейд по проблемным местам начался со старинного двухэтажного купеческого дома по улице Наймамбаева 187, которому по сей день не дали исторический статус. Собственник здания хотел построить на этом месте многоэтажный дом. Но в ходе своего недавнего визита в Семея Акимобласти Даниил Ахметов поручил сохранить здание и включить его в реестр памятников истории и культуры. А вчера жители соседнего дома увидели, как неизвестные с помощью техники попытались разрушить стену. Даниил Кенштадт нам давал поручение, что предоставить им какой же другой участок, чтобы на данный момент до получения положительного ответа комиссии областной комиссии и историко-культурной экспертизы приостановить все работы. Собственники утверждают, что они про всем это утром только услышали, что они не знают этого. Самого собственника в городе нет. Телефона номера тоже не предоставили. Отдел архитектуры сейчас заявление написали в ГАСК, что произошло разрушение. Мы от культуры от себя написали заявление в УВД, что в данный момент идет процесс включения данного здания в список перечень памятников истории и культуры. Но сейчас должны подъехать и представители УВД, и представители архитектуры. Будем дальше по алгоритму работать. Нами заказана уже экспертиза историко-культурная. Совместно сейчас Марат нам поможет, Павел Николаевичем мы бумаги еще дошлем. Все технические паспорты, все основные документы здания, которые у нас есть на руках, мы все предоставили экспертуру. Сейчас будет готовиться экспертиза. Затем мониторинговая группа отправилась в Парк Победы, в котором сейчас не поливаются газоны и ели, а также находится в плачевном состоянии памятник Синьше, возведенный в 1985 году. Это очень символичный, очень сильный памятник. Поэтому его приличество должно быть нормально сделано. Также депутаты посетили центральный парк, который только недавно был открыт после реконструкции. Отметим, что руководство города осталось недовольным ремонтом парка, и на данный момент идут судебные разбирательства с подрядчиками. Еще одна проблемная точка – остров Бейбачили, где на аллее к памятнику разрушена брусчатка. Кроме того, до сих пор в этом сердце семей, а как называют остров, пасется скот, обедая зеленую люству. – Ее или асфальтировать нужно, или ее нужно тогда засеять травой, чтобы вообще люди не ходили. – Вот здесь газон, и там бы газон сделать. – Там, видите, тропа, а если есть, ходить. – Вот я просил, говорю, поэтому лучше здесь вот сделать. В завершение рейда мониторинговая группа отправилась на набережную Уртыша, где продавцы мороженого, арендаторы велосипедов и прочих ездовых агрегатов организовали несанкционированные свалки. Никто из них, несмотря на замечания, не убирает мусор ни за собой, ни за покупателями. – Не пройти, не проехать с детьми. Не пройти, страшно идти. Значит, велосипеды здесь должны быть строго запрещены. – Дети, они договорились с охраной, не знаю, оставляют. – Сегодня состоялось выездное заседание производственной комиссии и комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству. Вопрос стоит о благоустройстве города семей. – На сегодняшний день у жителей семьи много нареканий в этом отношении. Мы тоже с депутатами проехали, посмотрели, выявили ряд замечаний, их очень много. Были представители ЖКХ, были представители подрядчика по этим объектам. Значит, есть некоторые вопросы, которые нужно решать на сессии Масыхата. Мы их будем выносить. Будем выносить вопросы поливочного водопровода автоматизированного. То есть, то, что Аким как-то сказал, что мы уже с того века выжили, что поливать машинами, когда можно поливать автоматизированно, значит, будем выделять на это деньги. Будем пересматривать вопросы кратности уборки в местах скопления народа. Вот, допустим, центральная площадь, набережная, остров. Вот такие места мы будем пересматривать. И в сторону увеличения кратности уборки. То есть, на сегодняшний день это необходимо для того, чтобы не было нареканий со стороны горожан. Сессия состоится в ближайшее время. И на этой сессии ряд вопросов благоустройства города, чистоты в городе. Мы будем ставить и ставить задачу перед Акиматом, перед подрядчиками, перед ЖКХ. О том, чтобы в городе был наведен порядок, должный порядок в плане благоустройства города. Еще что хочу сказать, что вышли новые правила благоустройства. Хочу призвать людей там, какие от людей зависят порядок определенный, содержание в чистоте своих дворов, домов, торговых площадей. То есть, вот это все нужно быть жителем, нам все вместе решить вопрос чистоты в городе семьи. Автоворы обокрали две машины на 35-м квартале. В Затонский отдел полиции обратились разу два автовладельца с заявлением о краже имущества из своих авто. Полицейские незамедлительно начали оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которого задержали ранее несудимых семичан. По информации полиции, одна из машин была припаркована около дома на 35-м квартале. Отметим, что автомобиль был не закрыт. Из нее воришкам удалось похитить музыкальные колонки, магнитолы и компьютер на общую сумму 88 тысяч тенге. Через несколько часов обратился второй потерпевший. У него украли автомагнитолу и две колонки на общую сумму 20 тысяч тенге. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Затонского отдела полиции удалось задержать двух жителей города-семей. Ими оказались местные жители, ранее несудимые, возрастом 24-28 лет. Заломышленники специализировались на автомашинах отечественного производства марки «Лада». Кражи были совершены из автомашин с установленной противоугонной сигнализацией, так и без нее. В настоящее время установлено их причастность к совершению 10 краж из авто. Вышеуказанные лица водворены в изолятор временного содержания. Управление полиции города-семей проводится досудебное расследование, в рамках которого проверяется их причастность к совершению других аналогичных уголовных правонарушений. В связи со сложившейся ситуацией полицейские просят граждан быть бдительными и принять необходимые меры по сохранности личного имущества. Асяли Айдар, Марат Сагимбаев, при поддержке пресс-службы управления полицией города-семей. И это были все новости на сегодня. Оставайтесь с нами на связи, смотрите нас на ютубе. С вами была Асяли Айдар, до скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин